И всем привет, ребят, с вами StarVac, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Давным-давно у нас не было на основном канале видосов с какими-то устройствами, с обзорами, с тестами. И сегодня пришел этот день, мы продолжаем тестировать интересные устройства, которых давно не было у нас на обзоре. Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, вы бы хотели видеть больше таких обзоров на устройства на основном канале, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов реставлов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только в игры в аккаунте, где установите ему личный так-так-темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего нашего обзора, то сегодня вместе с вами мы протестируем устройство, которое когда-то было лютейшим бой на пушку рельса, но уже сейчас является, ну наверное не актуальным и никто на нем не играет, но сегодня мы его протестируем, посмотрим, что из себя представляет устройство за кристаллы. На рельсу, которая называется Scout, сыграем с этим устройством на корпусы Hornet, это тот самый корпус, с которым раньше это сочетание работало нереально жестко, и это была лютейшая супер жесткая имба, ну наверное по годам, если так вспомнить, ну наверное где-то 2021, где-то 2021 год был вот именно годом имбы с этим замечательным вооружением, ну и по дрону мы возьмем сегодня бустера, посмотрим, что у нас будет вообще вылетать, ух ты, куда я щелкнул, что у нас будет вылетать по урону, и посмотрим, насколько хорошо будет себя реализовывать это замечательное устройство, куда-то тыркнул, меня просто взяло и выкинуло с игры. Пикаем быстрый бой, ничего здесь придумывать не будем, распикиваем быстрый боечек, и надеюсь на то, что меня сейчас закинет в какую-нибудь хорошую катку, где у нас будет возможность и пострелять по противнику, и покимперить, и набить большое количество киллов. Я надеюсь, что все у нас получится реализовать. Честно, на скауте уже не играл очень и очень давно, и даже не знаю, насколько вообще реально реализовать это устройство. То есть по сути у нас более быстрая перезарядка должна быть на своей пушке, но при этом с более быстрой перезарядкой у меня будет меньше урона залетать стычки. Поэтому посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Так, 1300 урона залетает с первого выстрела. В целом, ну, наверное, довольно неплохой урон, учитывая то, что есть еще и криты, есть возможность, в принципе, довольно неплохо накидывать. Поэтому попробуем, посмотрим, что у нас из этого всего дела выйдет. Так, критов я уже вижу, что большое количество залетает. Только здесь противник нас начинает респить. Начинает жестко респить по базе, и это, конечно, не есть хорошо. Так, я с ДДшки начинаю. С респа чисто на ДДшках двигаюсь. Ну, пробуем, пробуем смотреть, пробуем, что у нас из этого получится. Первая точка уже улетает противнику. Это не есть хорошо. Так, но наша задача сыграть на киллы, сыграть на очки и посмотреть, как итог, что у нас из этого всего дела получится. Да, поэтому посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Так, точка. Есть хорошее, будем пробовать захватывать. Сколько у нас, кстати, резов? Пять резов от рельсы! Пять резов от рельсы в такой катке. Но это очень много, если честно. Пять резистов от рельсы, это довольно большое количество. У нас есть возможность сейчас захватить точку. Противников я не вижу рядом. А если противников нету, то у нас есть весь шансик прямо сейчас захватить. И... Блин, я, конечно, слился перед захватом, но главное, что мы захватили точку. И по счету уже сравнялись. И значит, что шансики у нас еще в рамках такого боя сохраняются, сохраняются, сохраняются. Так, есть здесь прожатие овердрайва от вражеского. Паладина, есть викинг. Блин, не попал я, к сожалению. Хорошая тычка могла залететь. Кабинет, но, к сожалению, я промазал. Так, викинга рикошет. У нас был игрок на Хантера... Ой, на Крусейдера Молоте, вроде, если я не ошибаюсь, уже переоделся на викинга рикошет. И, кстати, вот здесь тоже интересный момент. Что лучше, например, мне использовать на такой хоро на трельсе? Да, то есть есть вариант использовать бустер. И есть вариант использовать, например, защитника. Да, то есть защитника на дополнительный подсейв. То есть в целом, наверное, в моменте мне не так сильно важен дополнительный урон, как мне важен дополнительный подсейв. Но я все равно склоняюсь к тому, что беру бустера, да, в таких вот всяких катках. Хотя я думаю, что многие бы предпочитали брать в такой ситуации защитника на дополнительную большую жизнь. Но я не знаю. Я все время беру именно что-то на дополнительный урончик. Так, ну и вот, кстати, если вот такой кемперской позиции отыгрывать, то в целом по урону смотрится довольно-таки неплохо. По урончику залетает прям хорошо. Ну и, в принципе, вот с такой позиционки мне особо-то и не надо иметь, например, какой-нибудь защитник. То есть я спокойно стою на дальней позиции на карте и накидываю урончик. Только единственное, мне надо стараться как можно быстрее реализовывать овердрайв. То есть здесь нельзя передерживать оверку, надо стараться ее тоже быстро реализовывать, чтобы в этом был какой-то смысл и был профит. Хоть и у нас на хорек овердрайв сейчас, откровенно говоря, не суперский, да, не бомбовый, но в любом случае реализовывать оверху надо. Да, и поэтому будем пробовать сейчас это тоже дело оформлять. Ваншот есть? Нет ваншота. 3-300. А, был бы, кстати, ваншот. У него просто спасатель. У него просто спасатель. То есть есть возможность даже ваншота такого оппонента. В целом, наверное, неплохо. Неплохо, что таких даже противников мы можем ваншотать. С хорной торельсы, со скаутом. Так, 8 минут до конца. 1-3 мы летим. Я в своей команде на таком вооружении еще и на первом месте. То есть я на хоре рейсе на первом месте. Вы понимаете, да? То есть, ну, это показатель того, что у нас в команде явно не все так хорошо. А, нифига себе, у меня вообще команда 1-6-3-9-3-9. Ясно, я понял. Я только сейчас увидел, что там настолько все плохо. Отличный шотик по оппоненту. Добавочку какую-то. Но здесь вот, видите, в таком режиме мне все равно в любом случае мне надо кемпить. Да, то есть я не могу распушивать линию. Я не могу заходить прям вот плотно в точку. Мне все равно надо стоять на дистанции. А если я стою на дистанции, то, соответственно, моя реализация вооружения с точки зрения командных действий, да, она значительно хуже. Ой, шикарнейший минус оппонента. Шикарно просто разваливаем сейчас викинга. Рикошетика. Так, пробуем накидывать дальше. Ну и... Наверное, надо попытаться заехать на точку. Посмотреть, что у нас из этого дела получится. Получится что-либо вообще или не получится. Так. Попробуем здесь взять шире. Под накидочку. С аудишечкой. Пробуем вставляться. А у меня здесь в два оппонента все равно накрывают. 8 киллов у меня за... Получается чуть меньше половины боя. Довольно слабый, если честно, показатель. Относительно такой катки. Ну, что поделаешь? Ну, поделаешь. Ой-ой-ой. Ольпятку падаю. Поднимаемся. Но меня тоже сливают. Еще бы на Харька, если честно, у меня бы какое-нибудь устройство на корпус. Если бы у меня было бы здесь на Харька... Ну, например... Спасатель. Да? Например, спасатель был бы. Я думаю, что это был бы прям очень хороший бонус. Для реализации моего вооружения. Но, к сожалению, глубочайшему у меня такого нету. Никакого устройства на корпус. Ой, шикарнейший выстрел по двоим. Но такие вот в моменте выстрела тоже могут залетать. По противничку. Которые тоже будут очень хорошие и плюсовые. Еще 100% овердрайва. Пытаемся добить сейчас оверку. Ну, и попробуем ее реализовать. Мамонт вжимается. На страховочку. Викинг-рикошет вжимается со стороны противника. У меня, кстати, овердрайв появился. Попробуем прожаться. Под противника. Но это больше... Больше под тиммейтов, скорее, прожатие было. Больше под тиммейтов. Ну, и здесь меня тоже разбирают. 14 киллов у меня. Плохо. Что я могу сказать? Плохо, что нету какого-то дополнительного саппорта. Да, очевидно, что у меня... Ну, не все так шикарно. Как хотелось бы. В рамках такой катки. Но свое вооружение пытаюсь реализовать на максимум. Пытаюсь наделывать... Наделывать хоть какое-то количество киллов. И пытаюсь что-то... Хоть как-то конкурировать с противником. Так. Ну и, скорее всего, кстати, здесь тоже досрочки у нас не будет. То есть, есть возможность еще попытаться... Ну, может, хоть до каких-то 25-30 киллов дотянуть. Если получится, то я думаю, что это будет хороший показатель в рамках такого боя. 2600 у нас в стычке залетает. И, птиц, мне просто магнум ваншотает. Магнум просто ваншотает. Можно было, кстати, здесь поменять резист. Сейчас посмотрим, может, что-нибудь поменяем. Вот противников. Кто-нибудь сменим. 1600 урона с выстрела. Залетает у меня с крита. Пытаемся накидывать. Ну, 600 урона по резу, но это крайне маленький урон. Да. Но, если так чисто сравнивать, да, что мне здесь из устройств могло бы быть более полезным в таком бою. Да, крупнокалиберка? Ну, факт. Дестабилизация снаряда? Ну, в моменте тоже, наверное, могла бы сработать явно поинтереснее. Но, если учитывать тот факт, что... Что дестабилизация, что крупнокалиберка теперь является легендаризированным устройством. А устройство скаута до сих пор это устройство за кристаллы. То, в целом, ну, наверное, это неплохой результат для устройства за кристаллы. Очевидно, что это слабо. Очевидно, что это ниже тех показателей, которые сейчас спокойно реализуются в рамках матчмейкинга на других вооружениях. Но, если так чисто брать сугубо это устройство, то, ну, наверное, результат еще для такой катки выглядит не так уж и плохо. Так, отлично. Скрита сносим. Еще одного оппонента. 18 киллов у меня уже есть. Три минутки. А, хотел сказать, три минуты до конца боя, но... Противник захватывает последнюю точку и мы досрочно проигрываем эту катку. Но, в целом, даже с такой мертвейшей катки и с такой мертвейшей команды, я делаю 18 киллов за такой бой. То есть, в целом, ну, наверное, даже и не такой уж и плохой результат. То есть, условно, если бы у меня была нормальная тима и нормальный саппортинг дополнительный, то, может быть, даже каких-нибудь 25 бы. И я бы с такой катки, может, даже 30 выжил бы. Так что, как-то так. Пишите, что вы думаете по поводу скаута на сегодняшний момент времени. Как вам это устройство? Играли ли вы на нем за последнее время? Поддерживайте максимально данный видос лайком, если вам были бы интересны подобного рода устройства-обзоры. Да, то есть, устройства, например, там за кристаллы, либо какие-то устройства, которые на сегодняшний момент времени не используются. Можете предложить свои устройства в комментариях к этому видеоролику. Поэтому максимально поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.